МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Репортер 73 представляет информационный выпуск. Каждый день, вечер и утро. Реальность сама складывает картину дня. В студии Вера Мещерякова. Смотрите сегодня в программе. Все умрут. Кровавая расправа. Он хотел покончить жизнь суицидом, но чтобы они не переживали, родственники, он решил их забрать с собой. Подробности жуткой истории. Все внимание в небо. Вся страна считает Ульяновск авиационной столицей России. Все прекрасно понимают, сколько здесь авиационного сосредоточено на этой земле. И авиастроение, и подготовка кадров. Это очень огромная часть нашей отрасли. День воздушного флота в Ульяновске. Надежный друг, верный товарищ. Повели ее, где у собаки содержатся в борьбе. И Семен там сразу, Сэм сразу там заваял, как ее увидел. Это ее подвели. В общем, они друг друга увидели, поняли, что у них любовь с первого взгляда, с первой встречи. Четвероногие помощники незрячих. Подросток зарубил семью топором в селе Патрикеево. 18 августа около 11 часов дня с признаками насильственной смерти в частном доме обнаружены тела 66-летнего мужчины, женщины 69 лет и двух детей, мальчика и девочки 4 лет. Все погибшие – члены одной семьи. Позже возле вышки сотовой связи нашли тело 16-летнего парня, родственника погибших. Подробности жуткой истории в материале Анжелы Забашты. Он сегодня в 3 часа ночи отправил СМС-ку своему другу, сказал, что убил деда, убил бабушку, убил мать и брата с сестрой убил. Поэтому он ему сообщил и даже отправил СМС-ку с голосовым сообщением. А тот ночью не прочитал, отправил где-то 15 минут четвертого, как Женя рассказывает, а прочитал только ее утром. 16-летний парень жестко расправился со своей семьей рано утром, пока те спали. Орудие убийства – топор. Позже СМИ станет известно. Мальчик был отличником, шел на золотую медаль, участник многочисленных олимпиад. Якобы ни с друзьями, ни в школе, ни с родителями конфликтов никогда не возникало. Тихий, спокойный. Бабушка никогда в жизни вину не пила. Правда, дед выпивал, но в последнее время он не пил, потому что у него был инсульт в тяжелой форме. Вот его еле выходили там. Мать, конечно, мать его была пьющей, раньше она состояла на учете, но потом сделали ей операцию в Москве, что-то с головой у нее было. И она в последнее время не пила. Именно по этой причине из семьи когда-то ушел муж. Так и жили мать, трое детей, самый старший – 16-летний и двойняшки, мальчик и девочка, которым на момент убийства было всего 4 года. С ними бабушка с дедушкой и дворовый пес. В живых осталась только собака. Он хотел покончить жизнь суицидом, но чтобы они не переживали, родственники, он решил их забрать с собой. В доме мальчик оставил предсмертную записку. Уже утром друг прочтет голосовое сообщение, где парень скажет о совершенном убийстве и о том, что идет на вышку сотовой связи. Он мне позвонил. Сказал, что сходи, пожалуйста, проверь, что с ним там. Я подумал, можно очувствовать. Я сходил. Я в дом не заходил, потому что я побоялся заходить. И я, как уже тело обнаружено, я сообщил родственнику, что такое случилось. И родственник уже приехал и вызвал полицию и скорую. По одной из версий следствия, подросток расправился со своей семьей, после чего свел счеты с жизнью, спрыгнув с вышки. По данному факту, Ульяновским следственным комитетом возбуждено уголовное дело. В этот же день станут искать и отца семьи. Проживал мужчина в другом районе. Родитель причины случившегося назвать так и не сможет. Журналистам скажет буквально пару слов о погибшем сыне. Ну а какой парень-то был по-вашему? Отличный. Для меня единственный. Помогут с организацией похорон власти Ульяновской области. Выделят около 260 тысяч рублей. Родственники семьи, которые погибли, получат, конечно, материальную поддержку и помощь в организации похорон. Кроме того, еще и психологическую помощь. На сегодняшний день работают психологи по муниципальному образованию, конкретно вот в этом селе. Подозреваемого в убийстве похоронит отец вдали от родственников в Корсунском районе. Анжела Забаштам, репортер 73. Он оставил записку, где написал, что решил не расстраивать родственников. Это очень характерно для лиц, страдающих шизофренией. Но говорить точно об этом диагнозе пока нельзя, сообщил журналистам источник в компетентных органах, разбирающих это ужасное преступление. Действительно ли главный подозреваемый страдал душевными расстройствами? Это нужно доказать. В информации, которая продолжает поступать непрерывным потоком, говорится о решении провести посмертную экспертизу. Возникает вопрос, как часто стоит проводить беседы детей с психологом? Почему и при каких обстоятельствах ребенку нужна психологическая помощь? Что думают ульяновцы, узнаем прямо сейчас. Впереди рубрика «Глаз народа». Конечно, нужно. А почему? Ну, потому что родители сейчас очень молодые, и они не всегда понимают, что нужно в данный момент детям. А дети у нас в данное время очень развитые пошли. В современном обществе настолько сложна жизнь у родителей, что необходимо детям помощь психолога. Когда стрессовые ситуации бывают в семье, думаю, что так. Дети все это видят. А, ну только, я считаю, по мере необходимости, если есть какие-то проблемы, уже как бы ощутимые такие, может быть, какие-то плохое поведение, когда родители сами не могут справиться. Практика сейчас такая, достаточно положительная, и я, наверное, своего бы ребенка привела к психологу, если имеется такая необходимость. Я воспитатель детского сада. И лучше больше общаться с тем человеком, в котором ребенок находится. Потому что не всегда психологи знают особенности этого ребенка. И надо сказать, что из своего опыта психолог, прежде чем разговаривать с мамой, бежит к воспитателю, наводит все, так сказать, справки, а потом уже все остальное. Мы живем в такой стрессовой обстановке, каждый день что-то случается, всякие катаклизмы, аварии. Дети же видят, телевизор смотрят. Ну, в доме, может быть, что-то в семье неполадки. Ну, уже не жизнь. Такой возраст. Не так все просто у подростков. В тех же школах, взаимоотношения и все прочее. Бывает обижают, бывает боятся обращаться. Вот. Поэтому, я считаю, обязательно нужно ходить в психолог. К другим темам. К 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира по научно-техническому и технологическому развитию. Объем ежегодных затрат на науку планируется увеличить вдвое, а доля ученых до 39 лет достигнет 50%. Задачи национального проекта наука. С 19 по 25 августа целая неделя в Ульяновской области посвящена этому нацпроекту. Семинары, лекции, круглые столы, мастер-классы, обучающие курсы. Завершится неделя пленарным заседанием регионального образовательного форума образования. Код доступа в будущее. Встречи без галстуков. Живой формат. Неделя национального проекта наука. В 73-м регионе готовят ульяновским ученым семинары, лекции, мастер-классы, круглые столы. Организаторы обещают охватить и географию, и философию, и историю, и экономику. Мы, условно, разделили эти мероприятия на три, скажем так, составляющих. Первое – это все, что связано с популяризацией науки. Для того, чтобы у молодых ученых, у тех, кто, может быть, еще не определился идти в науку или нет, у студентов, у школьников возникла какая-то потребность посмотреть, что же это такое. Второе – практические занятия. Мозговой штурм завершится днем открытых дверей во всех ульяновских вузах. Параллельно в регионе проходит форум образования «Код доступа в будущее». Ожидается 12 специалистов международного и федерального уровня. От вопросов образования и науки к вопросам благоустройства. С 19 августа по 19 октября в 73-м регионе – месячник чистоты. Вот такой план разослан всем руководителям муниципальных образований. Здесь указано 29 видов благоустроительных работ, которые мы должны будем произвести. Среди них – это очистка магистральных и триквартальных дорог, очистка газонов и цветников, посадка деревьев, посадка кустарников, установка скамей и кустановых диванов, вывоз мусора. На аппаратном совещании рассказали о служебных проверках главных врачей ульяновских медучреждений. Те руководители, которые не готовы выполнять программу у нас проекта здравоохранения, покинут занимаемые должности. Также Сергей Морозов рекомендовал уволить руководителя агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области Светлану Дронову. Национальный проект «Старшее поколение» находится под угрозой срыва исполнения его в части там рядом моментов. Мною была назначена служебная проверка. Сегодня я получил материал от начальника контрольного управления, который подтверждает ошибки, непрофессиональные действия, ну и массу других неприятных моментов в работе агентства по развитию человеческого потенциала трудовых ресурсов и конкретно руководителя. Проверки пройдут и в Теренгульском районе. Напомним, на прошлой неделе семь человек, двое детей и пятеро взрослых оказались в больнице в результате отравления натуральным подсолнечным маслом. Широкий резонанс известия получила со смертью двух из пострадавших. К счастью, масло Ульяновец изготавливал дома, не в промышленных масштабах. Марина Тимофеева, Иван Демидов, репортер 73. Тема с отравлением подсолнечным маслом стала гвоздем минувшей недели на повестке как региональной, так и федеральной. Напомним, громкое разбирательство началось после того, как в больнице скончался один из пострадавших. Стало известно, что в начале месяца с похожей симптоматикой умерла супруга производителя масла. Тогда отравление врачи не заподозрили. Проверки начались по линиям профильного министерства, Роспотребнадзора, прокуратуры и Следственного комитета. Актуальные подробности расскажем в следующем материале. Сложная и запутанная история со множеством неизвестных. Неизвестное вещество неизвестно, как оказавшееся в бутылках с подсолнечным маслом, неустановленным образом попавшее на территорию региона. В итоге двое погибших и шестеро госпитализированных. Причем все они знакомы друг с другом. Родственники, коллеги, родственники коллег. Первая женщина обратилась 3 августа. Это была первая пострадавшая. Она погибла. Тогда у нас еще не было подозрений на отравление неизвестным веществом. Она поступила с клиником желудочно-кишечного кровотечения. Был поставлен диагноз передозировка антикоагулянтами. Она принимала антикоагулянты. Это препарат, который разжижает кровь, который пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, они получают назначение врача. Несмотря на путаницу в сведениях, число погибших не увеличилось. Мужчина, умерший утром в пятницу от кровоизлияния в мозг, и супруга предпринимателя, изготовившего то самое масло. По-прежнему госпитализированы двое детей. Ранее сообщалось, что симптомы у них не подтвердились. Еще двое без клинических проявлений поступили в детскую областную больницу накануне. Еще есть подозрения на возможные какие-то изменения в состоянии здоровья у троих человек. На вчерашний день они отказались от обстоятельств, поскольку чувствуется, что мы их, думаем, убедили в том, что они должны сдать анализ крови в центральной лаборатории. Специалистам еще предстоит выяснить, каким образом отравляющее вещество оказалось задействовано в процессе изготовления продукта питания. Между тем, сотрудники Роспотребнадзора напоминают, чтобы не стать жертвой пищевого отравления, не стоит покупать несертифицированную продукцию у неизвестных изготовителей, например, сладков на стихийных развалах или с капотов машин. Условия изготовления, хранения и транспортировки не менее важные составляющие продуктовой безопасности. Продукция подсобных хозяйств никак не контролируется. Пропускная система действует только при выходе на широкий рынок. И сельхозтоваропроизводители, которые занимаются переработкой продукции растительного происхождения, должны проходить обязательную процедуру подтверждения безопасности и соответствия требований технических регламентов. Что касается растительного масла, данная продукция должна быть исследована, проведены лабораторные испытания. К счастью, масло из хозяйства в Теренгульском районе изготавливалось не в промышленных масштабах. К осенним ярмаркам продукция местных производителей пройдет дополнительный контроль. Особое внимание, как и следовало ожидать, уделят растительному маслу. Все масло у нас реализуется на ярмарках, оно сертифицировано, которое производят в том числе и фермеры. Но, тем не менее, дополнительный контроль с ветеринарной службой мы устанавливаем. Все масло, которое будет произведено в этом году, должно провести определенный анализ качества в аккредитованных лабораториях. И продавцы, которые будут реализовывать это масло, должны иметь эти сертификаты. Проверки затронут и Теренгульский муниципалитет, где активно развивалось якобы никому неизвестное производство. Пока не получила подтверждение версия, что сырье для масла поступило в наш регион из Сызрани. Однако в Самарской области похожая симптоматика. Напомним, 69 мигрантов из Узбекистана попали в больницу с кровотечением. 49 из них по-прежнему госпитализированы. В пятницу четверых спецбортом МЧС доставили в федеральный московский центр. Накануне пострадавших навестили в больницах узбекистанские медики. Процесс ремиссии долгие специалисты предполагают, что окончательно ядовитое вещество выведется из организма не ранее, чем через два месяца. К другим новостям. 18 августа страна отметила День воздушного флота. Для Ульяновска этот праздник особый. Наш город по праву считается авиационной столицей России. Авиастроительный завод, уникальный Руслан, авиационный институт. Празднование Дня воздушного флота объединило тысячи людей. Как это было, расскажет Екатерина Терещенкова. От малыша до ветерана труда на праздник, пожалуй, в самом авиационном городе России приходили с семьями. По традиции в музей гражданской авиации лучшим работникам отрасли вручили награды и благодарственные письма. Олег Быков, выпускник Уфимского вертолетного училища. География службы от Дальнего Востока до Таджикистана. Летал на Ми-8, Ми-24, переучившись с 2011-го инструктор Ульяновского института гражданской авиации. Сейчас, летая с ребятами, я им постоянно говорю, наслаждайтесь той природой, тем пейзажем, на который вы сейчас летаете. Потому что, когда они начнут на больших летать, они этого уже не увидят. Мы их готовим быть настоящими пилотами. И недавний случай это показал. Командир заканчивал наш институт. Ульяновская область – регион, обладающий колоссальным авиационным потенциалом. Сегодня это отмечают и федеральные эксперты. Два международных аэропорта, авиастроительный завод, модернизирующий и продлевающий сроки эксплуатации могучим Русланом. Сегодня Авиастар выполняет заказ на строительство тяжелого транспортника Ил-76МД-90А для Минобороны. В Ульяновске выпускается и лучшее в мире авиационное оборудование. Вся страна считает Ульяновской авиационной столицей России. Все прекрасно понимают, сколько здесь авиационного сосредоточено на этой земле. И авиастроение, и подготовка кадров – это очень огромная часть нашей отрасли. В праздничный день Авиастар-СП открыл свои двери для гостей здесь. Каждый смог увидеть легендарный Руслан, Ту-204 и модернизированный транспортник Ил-76МД-90А. Нам очень понравилось. Мы никогда не были на Авиастаре, недавно только переехали. Нам понравилось. У меня сын бредит, хочет стать механиком. Мы уже все вот это, мы ходили, изучали, как там, какие провода, где и чего, какие запчасти. В общем, замечательно. Концерты, о-о-о, прям шлофли, катачики какие-то. Прямо, во. Каждый год ходите на этот раз? Каждый год. Мы работали здесь. Мы играли и танцевали. Ты что-то даже выиграла? Вот. Я благодарю всех, кто организовывает подобное. Им цены нет. Пусть будет это постоянно и целеустремленно. Народ с интересом же ходит, приезжает с других районов даже, приезжает. Традиция ежегодно приходить на День открытых дверей на авиазавод есть и у семьи Вениаминовых. Они совмещают приятное с полезным. Всю зиму в прошлом году пили компот с яблоками. Тоже благодаря Авиастару этому дню, День открытых дверей. То есть они где-то здесь растут? Растут, растут, растут много. В свое время, когда авиастралии закладывали, умные люди посадили по всей территории почти все плодовые ягодные деревья. День воздушного флота – праздник летчиков, инженерно-технического и диспетчерского состава, бортпроводников и работников авиационной инфраструктуры. Ежегодно он объединяет сотни семей авиационной столицы России. Екатерина Терещенкова, Константин Никитин, репортер 73. Итоги подвели и стратегию развития обозначили. Руководители учебных заведений и заслуженные педагоги в конце недели встретились в губернаторском лицее на традиционном 14-м по счету педагогическом форуме «Образование – стратегический ресурс развития города». Впервые в работе форума принимали участие представители спорта и культуры. Без которых, как отметили специалисты, невозможно гармоничное и полноценное развитие человека. Свою аудиторию эти учреждения охватили и на традиционных школьных ярмарках. Об одной из которых расскажем далее. Дождь и ветер не преградов. В железнодорожном районе на школьной ярмарке, которая развернулась на площади перед ДК «Киндяковка», собралось около сотни человек. Для детей – праздничная концертная программа и подарки к новому учебному году. Для родителей – возможность по сниженным ценам прикупить для своего чада недостающие атрибуты школьной жизни. Помимо тех материальных моментов, духовных, здесь и царит такая приятная атмосфера, эмоциональная атмосфера. Ведь это замечательный праздник, которого ждут и взрослые, и дети. И когда мы вместе вот так воодушевлены этим, это, конечно, очень здорово. Школьная форма, канцтовары, спортивная одежда и обувь – всевозможные учебные пособия. На школьной ярмарке каждый нашел все необходимое для подготовки к первому сентября. Но даже не ярмарочная торговля ставилась во главу угла. Акцент организаторы сделали на спортивной и культурной занятости школьеров. Цель таких мероприятий – выставить как можно больше кружков творческих, секций спортивных. То есть мы пригласили сегодня сюда все спортивные школы, все центры детского творчества, детские школы искусств. И они записывают в кружки детей, потому что мы очень много перед учебным годом говорим о готовности школ, об учебниках. Но немножко у нас проскальзывает вопрос занятости внеурочное время. Поэтому упор на этой ярмарке нашкольной мы сделали именно на то, чтобы дети могли организовать свой досуг вне школы. Всего в Ульяновской акции «Помоги собраться в школу» затронуло 8201 ребенка. Около тысячи мальчишек и девчонок получили подарки из рук спонсоров. За счет средств городского бюджета помощь оказали более чем 3000 детей. Еще 4401 ребенок из многодетных семей получил помощь из областной казны. Стопки книг лежат дома без дела. Жалко выкидывать или не знаете, кому отдать. Пустите их в буккроссинг, круговорот книг. Акция, невероятно популярная на Западе, набирает обороты и у нас в России. Далеко ходить не надо. В Ульяновске появились специальные боксы. Большие желтые контейнеры. Наверняка уже кто-то их замечал. Установлены на улице. Наша съемочная группа узнавала, кто организатор такого флешмоба и какую печатную продукцию разрешено в них класть. Подробности далее. Ульяновская общественная библиотека примет в дар книги вот такие желтые боксы. В Ульяновске появились совсем недавно, всего две недели назад. Если у вас больше ста книг, библиотека вывезет их самостоятельно. Как видим, класть можно не только книги, и газеты, и журналы, и другую печатную продукцию. Мусор просят не бросать. Это очень важно. Бокс исключительно для сбора книг. Пока наша съемочная группа снимала материал, в бокс книги успели положить уже несколько человек. Сделать их желтыми, большими и с крупными буквами решение кажется отличным. Это очень хорошо. Это начало великое. Только бы грязь не бросали туда, и хорошо относились люди. А так мешают и дома. Книги, конечно, уже завалы. Еще будете приносить возможности? Обязательно у меня очень много, так что еще принесу. Это первый этап. Пока установлены 9 боксов, и все они в Засвияжском районе. Придумала такую затею общественная библиотека. Часть местных книг здесь, как в обычных читальных залах, берутся только на время. Другая все то, что положили в боксы или принесли жители самостоятельно. Множество книг. Вы мне скажите, что больше всего ульяновцы читают, и что больше всего кладут в эти боксы? Есть какая-то тенденция? Ну, больше всего, наверное, запросов у нас на фантастику. На втором месте исторические произведения. Потом идут, наверное, женские романы и по домохозяйству. Книги разные. Правила, наверное, и так понятны. Не класть испорченную рваную литературу. А если что-то хотите взять в самой библиотеке, взамен принесите подобное. Кстати, организация вовсе не муниципальная. Все построено на инициативе тех, кто любит книги. Мне подсказал сын. Он здесь недалеко живет. И он шел мимо, зашел, поглядел. И вот это количество увидел, позвонил мне. Я пришел. Мама родная, можно так сказать. Большой коллег. И выбор хороший. Те книги, которые сюда приносят и берут, сколько примерно собрано уже? Ну, вот за твендели пока стоят боксы. Ну, книг, наверное, уже собрано порядка, ну, больше двух тысяч. Да, да. И вот для муниципалов мы, в принципе, готовим. У нас уже избыток книг хороших. И вот мы складируем книги для передачи в дар сельский муниципальный библиотек. Сейчас библиотека, кроме всего прочего, ищет организации, которые пойдут навстречу и согласятся установить на своих местах боксы для сбора книг. Они чуть меньше тех, что жители видят на улице. Предложения рассматриваются любые. От меня в бокс тоже полетят две книги немецкого философа и немецкого психолога. Достаточно легко открывается бокс. У него такая небольшая система защиты. Мы видим, что здесь мусора нет. Все-таки граждане у нас сознательные. Тут и классика, и книги по английскому, по русскому языку. И все же нашлись в Ульяновске нерадивые персонажи. Вот такое сообщение на днях опубликовали в социальных сетях. Подъехали на машине и погрузили книги большими связками. Анжела Забаштам, Геннадий Бухтаяров, репортер 73. До свидания, лето, до свидания. 20 августа из отпуска возвращается популярная передача «Будь здоров». Как и прежде, телепрограмма будет знакомить с региональными новостями медицины, рассказывать об именитых врачах и молодых специалистах. Помимо рубрик традиционных «Век живи, планета семья» и «Будь в форме», вас ожидает премьера под названием «Рецепт милосердия». Познавательные беседы, ценные советы и достойные восхищения герои – все это совсем скоро. Смотрите программу еженедельно по вторникам в 19.30. Родная шкура с характером, любимец публики и кашкодав. Статный лаборадор Семен появился в дружной семье Ванькиных в декабре 2014. Специально обученную собаку-поводыря из питомников Подмосковья привезла супруга Андрея Наталья Ванькина. Привели ее, где собаки содержатся в вольерах, и Семен Сэм сразу залаял, как ее увидел. Это ее подвели. В общем, они друг друга увидели и поняли, что у них любовь с первого взгляда, с первой встречи. Новый член семьи избавил невидящих хозяев от множества проблем. Любая дорога в компании с грамотным проводником легче в разы. Семен уверенно держит заданное направление и с легкостью выявляет препятствия. На работу, в магазин или поликлинику умный лаборадор быстро запомнил самые частые маршруты. Добродушный, игривый, веселый и прожорливый. Этот пес всегда готов и служить, и угощаться. И в 6 часов утра уже начинает требовать свое. А именно, что даете ему, не важно. Сам, иди пить. Конечно. Когда он у нас? Семен. Красавчик. А цветный поворот. Андрей Ванькин родом из Кузоватого. В Ульяновске закончил фармацевтический колледж. Работает массажистом в спортивной школе. С детства увлекался дзюдо, но в полную силу не тренировался. Берег остатки зрения. Мы еще с ним борьбой занимаемся. Да, Семен? Пошли бороться. Пошли бороться. Мешок. Ах ты, мешок. Вот его. Вот его. Ах ты. Как ребенок. Вообще не греху. Ах ты. Ах ты, барабан. Музыкальный инструмент, да, Семен? Да. Обзавестись собакой-поводырем несложно. Инвалидам первой группы по зрению она полагается на бесплатной основе. Единственная в России школа подготовка четвероногих помощников находится в подмосковной Балашихе. С ней тесно сотрудничает местное отделение фонда социального страхования. Как любое техническое средство реабилитации, оно назначается специализированным органам, в том числе медико-социальной экспертизой. И когда в программе реабилитации указано, то есть собака-поводырь как средство реабилитации, соответственно, наша задача обеспечить это. Поэтому изначально это идет из медицинского учреждения, медико-социальной экспертизы, а наша задача уже реализовать те меры, которые предписаны программой реабилитации. Оформление документов и подбор собаки осуществляют сотрудники фонда. Затем заявители вместе с сопровождающим отправляются в школу, где устанавливают контакт с четвероногим другом. Расходы на дорогу и проживание фонд берет на себя, плюс ежегодно выплачивает компенсацию на содержание и ветеринарное обслуживание животного. В 2019-м сумма составляет без малого 25 тысяч рублей. На день сегодняшний в Ульяновске всего 4 собаки-поводыря. Быть может, после этого материала их станет больше. Татьяна Домоданова, Иван Демидов, репортер 73. Татьяна Демидов, репортер 73. Срочно. 13,05% годовых. Все сбережения застрахованы. Звоните. 31 50 65. И в завершении телефон рекламного отдела 30 41 73. Рекламные ролики, сюжеты, объявления и бегущая строка. Звоните 30 41 73 и вы в эфире «Репортеры 73». Делайте новости вместе с нами. Звоните 30 40 73. Читайте и смотрите онлайн. www.reporter73.tv Реальность сама складывает картину дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин